Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Точка зрения». В гостях у нас сегодня начальник управления ЖКХ Марина Рашитовна Шолохова. Марина Рашитовна, добрый вечер. Добрый вечер. Марина Рашитовна, вот в этом году у нас происходит следующее. Жителям города предложено принять участие в общественном обсуждении программы благоустройства 2018 года. Это какое-то ноу-хау или где-то, или когда-то уже что-то подобное было? Подобное мы практиковали в городском округе в первую очередь в 2015-2016 году. Предлагали к обсуждению как дворовые территории, так и дороги общего пользования местного значения, которые, по мнению жителей, в самую первую очередь необходимо было отремонтировать. И мы получили проект по строительству и реконструкции улицы Индустриальная, который реализовали в 2017 году. Но это было обсуждение в рамках сайта управления жилищно-коммунального хозяйства, в рамках сайта администрации городского округа Первый Уральск. То есть мы пользовались в основном интернет-ресурсами. Сейчас это наиболее обширные и иные способы для того, чтобы жители могли высказать свое мнение о том, какие же общественные территории они видят в первую очередь благоустроенными в городском округе. Хорошо, и какие это способы? Как люди могут высказаться по этому вопросу? Во-первых, конечно же, они могут заполнить опросные листы, которые на сегодняшний день уже размещены во многих общественных центрах, таких как администрация, управление жилищно-коммунального хозяйства, все муниципальные, унитарные предприятия, многофункциональные центры, которые работают на территории городского округа Первый Уральск, и сельские территориальные управления. Всего на сегодняшний день мы установили 14 пунктов по приему заявок жителей. Уже какая-то картина вырисовывается по желанию жителей, что хотят люди, что хотят первоуральцы благоустроить здесь у нас в городе в первую очередь? Еще пока рано говорить о каких-то первых итогах обсуждения тех территорий, которые жители хотят видеть в первую очередь. Мы будем их подводить только в конце этой недели, но уже сейчас понятно, что излюбленными местами горожан является все-таки площадь Победы и набережная. То есть это те два проекта, которые мы начали реализовывать в 2017 году, и надеемся их в дальнейшем реализовать в 2018 и 2019 году по этапам, которые запланировала администрация. Еще раз повторюсь, это самые массовые территории города. Такой вопрос возникает. Получается, что жители формируют какой-то определенный заказ для городских властей, который городские власти должны будут исполнить? Да, безусловно. Мы отталкиваемся именно от мнения горожан. Те две территории, которые я назвала, они не являются приоритетными для администрации. Это прежде всего мнение горожан. Наряду с этим мнением большинство высказывается за продолжением благоустройства аллей нашего города. В частности, жители просят, чтобы была благоустроена аллея по улице Ватутина. Мы называем это нижняя часть от ДК НТЗ в сторону набережной. Мы знаем, что там уже в негодность пришли и пандусы, и лестничные спуски. И вообще жители хотят видеть эту аллею более благоустроенной. Естественно, жители высказываются за реорганизацию, за реконструкцию легких нашего города. Это те рекреационные зоны, которые у нас в простонародье называются Березовая роща, Корабельная роща, Парк новой культуры. То есть, да, у нас есть большое желание и заняться в том числе вот этими вопросами. Мы должны организовать на базе этих трех больших территорий, озелененных территорий, прогулочные зоны, места общего отдыха. Возможно, это организация растительного мира, животного мира. Возможно, даже каких-то небольших малых архитектурных форм. Ну и, естественно, обустройство наружного освещения. Ну и предполагаю, то есть, проекты реконструкции Березовой рощи, Корабельной рощи возникают уже не в первый раз. Существует какое-то видение, как вот эти два, допустим, конкретных объекта, то есть, в каком направлении двигаться будем, что там будем делать? Все мероприятия по опросу общественного мнения, они нацелены на то, чтобы разделить два понятия. Во-первых, это эскизные проекты, то есть, это уже некий труд проектировщиков, труд архитекторов и уже утверждение общественного мнения по поводу того, что будет на этой общественной территории. И второе, это общественное мнение, то есть, пожелания людей, то, на что администрация городского округа будет нацелена в дальнейшем своей работе. То есть, это те проекты 2019, 2020, 2022, у нас программа рассчитана до 2023 года, и за эти годы мы должны реализовать все пожелания граждан, начиная от архитектурных решений, от проектных изысканий, заканчивая проектом в стадии П и в стадии Р. То есть, получается, что население принимает участие в реконструкции на всех его стадиях? Безусловно. Как будет проходить приемка уже благоустроенных территорий? Приемка благоустроенных территорий, безусловно, всегда проходит с участием представителей общественности, то есть, создается муниципальная комиссия, куда могут входить в обязательном порядке общественные организации, организации инвалидов, поскольку в каждом проекте мы предусматриваем организацию общественной среды для маломобильных граждан. Это, естественно, представители заказчика, подрядных организаций, управляющих компанией в случае, если это дворовые территории. Но вот если мы застрим еще раз вопрос, каким образом формируется проект, то есть, да, мы, безусловно, учитываем пожелания жителей, как они видят данную территорию. Мы, конечно же, иногда даже с удовольствием принимаем эти эскизные проекты, которые население представляет. Окончательный проект – это все-таки труд профессионалов, то есть, труд архитекторов, труд дизайнеров, который основан прежде всего на топосъемке. Топосъемка является основой проектирования, и мы не можем закрывать глаза на проходящие сети, на уже существующие архитектурные решения, которые расположены вокруг общественной территории, в принципе, на стилистику. Поэтому, естественно, управление архитектурой и градостроительства – это тот орган, который принимает окончательное решение, высказывает свое видение по благоустройству той или иной территории, а управление ЖКХ является просто исполнителем и заказчиком. То направление, в котором предлагают двигаться жители, оно вообще соответствует современным тенденциям благоустройства в урбанистике и так далее? Да, безусловно. Допустим, если мы обсуждаем набережную, то со стороны жителей, поддержанное это уже управлением архитектуры, предусмотрен реализация дальнейшего проекта благоустройства набережной вплоть до установления городской мебели. Городской мебели для отдыха горожан. Это интересно, это первый раз, когда мы будем задействовать в нашем проекте такие понятия и вообще такие архитектурные решения. Не хотелось бы сейчас всего раскрывать, хотелось реализовать этот проект и представить горожанам для того, чтобы они организовывали свой досуг очень качественно. Ну, давайте вернемся к непосредственно общественному обсуждению. До какого времени будет продолжаться общественное обсуждение проектов реконструкции в нашем городе? Я думаю, что окончательные итоги общественного обсуждения мы должны подвести 9 февраля и уже приступить к тому, что подготовить первоначальные проекты, эскизные проекты для того, чтобы направить их на сайт для еще большего внимательного обозрения граждан. Ну и, пожалуй, последний вопрос у меня. На какие средства предполагается проводить реконструкцию? Реконструкция всех общественных территорий, какую мы планируем провести в период с 2018 по 2023 год, она рассчитана на средства областного бюджета, средства местного бюджета, исходя из порядка финансирования программы формирования современной городской среды. То есть финансовая составляющая все-таки является определенным сдерживающим фактором? Безусловно, безусловно. Городской бюджет должен ответить 30% от стоимости самого проекта. Марина Рашидовна, большое спасибо за беседу. Ну а с вами прощаемся, увидимся на телеканале ПТВ. Редактор субтитров А.Семкин